Всем привет! Вы на канале Ирешу, меня зовут Ирина, и сегодня мы с вами разберем вопрос, который актуален для школьников, начиная с 6-7 класса и до выпуска, это как отличить прилагательное от причастия. Три года назад на моем канале вышло видео о том, как отличить от глагольное прилагательное от причастия. Подсказка на это видео сейчас появится, и там я рассказывала, как с точки зрения грамматических признаков можно отличать эти части речи. Но сегодня мы с вами будем говорить не только про от глагольные прилагательные, но и про от именные прилагательные. Но сразу хочу вам сказать, если перед вами слово, которое образовано от глагола, и в нем есть сколько-то n в суффиксе, даже не важно, знаете вы сколько n пишется или нет, лучше обращайтесь к тому алгоритму, потому что некоторые признаки, которые я сейчас буду называть, не будут применимы к глагольным прилагательным или причастиям с суффиксами енн и нн. Итак, давайте разбираться, как по значению отличить прилагательное от причастия. Во-первых, причастие всегда можно заменить на предаточное предложение с союзным словом, с местоимением который. Например, построенный дом, дом, который построен. Блестящие от радости глаза, глаза, которые блестят от радости. А прилагательное можно всегда заменить на другое прилагательное. Например, блестящие выступления. В данном случае перед нами уже не причастие, а прилагательное, потому что выступления не которые блестят, да, бред какой-то получается, а великолепные, чудесные, замечательные выступления. Слово блестящие мы можем заменить именно на другое прилагательное. Поэтому блестящие от радости глаза это причастие, а блестящие выступления это прилагательное, вне зависимости от того, что слово по написанию одно и то же. Второй индикатор. Чаще всего, не в 100% случаев, чаще всего, а то я знаю, сейчас будете писать комментарии, прилагательные обозначают постоянные признаки, а причастие обозначают признаки, изменяющиеся во времени. Например, красные листья это прилагательное, и мы видим, что листья вообще сейчас красные. А краснеющие листья, по причастию краснеющие, мы понимаем, что происходит процесс, они становятся более красными. Старый стол, он вообще старый, а стареющий человек, это человек, который стареет, то есть происходит процесс старения. И третий признак, по которому мы отличаем эти части речи, мы вспоминаем признаки прилагательного, качественного, прилагательного. Вспоминаем, вспоминаем и обнаруживаем, что у прилагательного есть степени сравнения, у причастия их нет. Соответственно, если вы можете образовать степени сравнения, то перед вами будет прилагательное, качественное. Но если выбор стоит именно между прилагательным и причастием, то перед вами как раз-таки качественное прилагательное и будет. Например, изысканные манеры. Во-первых, обращаемся к предыдущим пунктам. Изысканные можно заменить на прилагательное благородное, то есть именно на другое прилагательное, а не на предаточное предложение, где слово будет меняться на глагол. И можно сказать более изысканные манеры, менее изысканные манеры, крайне изысканные манеры. Но изысканные средства это средства, которые изыскали. И здесь уже нельзя сказать более изысканные средства, менее изысканные средства, смысл потеряется. И опять слово казалось бы одно, но в разных контекстах оно может быть и прилагательным, и причастием. Обобщу. В первую очередь, если перед вами стоит выбор, прилагательное или причастие, то старайтесь заменить слово на глагол, точнее на предаточное предложение с глаголом. Да, конечно, здесь будет проверяться и ваш словарный запас, но для этого вы и учите русский язык. Если вы не на контрольной, то обращайтесь к словарям, к морфемным, к словообразовательным словарям, они вам подскажут, от какого слова образовано ваше слово. И также, если перед вами уже слово написано правильно, буквы не нужно вставлять, то просто вспомните суффиксы причастия, потому что их меньше, чем у прилагательного. Если в слове есть суффикс причастия, то это будет причастие. Если в слове нет суффикса причастия, то это слово не будет причастием 100%. Например, в слове красочный суффикс очень, и это прилагательное, потому что у причастия нет такого суффикса. А красящий в этом слове суффикс ящ, это суффикс причастия, это причастие. И также по всем признакам, которые я назвала в этом видео, можно проверить эти слова. Красящее вещество, это вещество, которое красит. Здесь вот, кстати, признак развития во времени не совсем будет подходить, но если вы уже смогли переделать это слово в глагол, то значит это причастие. А вот постоянность признака в слове красочный, очевидно, он вообще красочный, никакого развития событий не происходит. Резюмирую, запомните все возможные варианты отличия прилагательного от причастия. И если в вашем случае вы стопроцентно уверены хотя бы в одном из вариантов, значит вы верно определили часть речи. И чтобы проверить, понятно ли я сейчас все объяснила и поняли ли вы этот материал, я вам предлагаю проверить свои силы и выполнить задание. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько вы дали верных ответов. Надеюсь, что части речи всех слов определили. Если остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Если есть вопросы не по теме этого видео, то задавайте их в моей группе ВКонтакте через функцию «Предложить новость». Подписывайтесь на новости моего сайта, на мой Инстаграм, на мой Телеграм-канал. И будьте с Ирешу, ведь я все решу. Люблю вас, всех целую. Удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...